Здравствуйте! В эфире программа «Ваш юрист». Сегодня такая интересная тема, и с одной стороны, обычный человек с этим может и не столкнётся никогда, но знания лишними не будут. Разговор пойдёт про подделку подписи или почерка. Ну, это моя редакторская трактовка. А если правильно, будем говорить про судебное почерковедение, в том числе про подпись. Почерковедческая экспертиза – самый востребованный вид судебной экспертизы. Она назначается в ходе разрешения корпоративных, наследственных споров, бракоразводных дел, споров по документам, договоров купли-продажи, дарения и многим-многим другим. Наш постоянный консультант, адвокат Игорь Поляков, расскажет сейчас о нюансах почерковедения и о том, что нужно знать нам с вами. Игорь Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Так что такое почерковедение? Это наука, изучающая почерк. Этим занимаются эксперты, специалисты государственных экспертных учреждений и частные эксперты. Хорошо, научите нас, расскажите, на что мы обычные люди, ни юристы, ни адвокаты должны обращать внимание. Там много нюансов. Всегда надо обращать внимание, кто пишет и составляют ли при вас документ. Предположим, директор компании просит своих знакомых занять ему, влить деньги в бизнес, инвестировать наличкой наличными. Они приносят ему кэш, одновременно им передают, он уехал, якобы передают договор займа, который он подготовил, якобы, и подписал. В конечном итоге деньги он не вернул, когда обратились в суд, провели почерковедческую экспертизу, оказалось, что подпись не его. То есть человек, беря деньги, слукавил. А взаимодавцы не обратили внимания и не при них эти документы составлялись. То есть им дали документ заранее, так скажем, поддельный, условно говоря. То есть человек, который должен был расписаться, не расписался. Кто-то, видно, это сделал за него. Или приведу еще пример. И все? И все? Денег не вернут? Насколько я знаю, никто ничего не получил. Как они уже договаривались, это за скобками юриспруденции. Или другой момент. Опять-таки тоже связано с долговым документом, с распиской. При подготовке документа, то есть человек подготовил, подписал, получил деньги. Но по самому почерку, если обратить внимание, было видно, что он составлен, ну, подозрительно. То есть он очень неряшливый, корявый, какие-то каракули, обрывки. Как выяснилось, что человек находился на момент заключения сделки, не осознавая фактический характер, там, значение тех действий, которые он совершает, в состоянии невменяемости. То есть психически больной человек. И это нужно было обратить внимание на то, как он готовит этот документ. То есть по почерку даже он может быть спокойный совершенно, но внутри у него все колокочет, и это проявляется в письменно-двигательных навыках. У него почерк судорожный какой-то. Соответственно, люди не обратили внимания, остались, конечно, в итоге тоже ни с чем. Обратить нужно внимание еще на саму подпись. Она может носить подозрительный характер. Если подпись ложная, там, каллиграфическая, даже есть компании, которые учат вот эти вот вензелями, очень средневеково, как аристократы расписываться. Вопросов нет. Но есть очень примитивные подписи, которые заставляют задумываться. Причем я знал людей, которые расписывались в виде галочки. А что это? Что это? То есть такую подпись... На сегодняшний день же сам документ составляется, как правило, компьютерно. То есть выведенный текст через компьютер, и остается только подпись. И когда вот такая подпись в виде буквы О или галочки, особенно если долговой документ, долговая расписка, то есть шанс оказаться в ситуации, когда противная сторона скажет о том, что это не моя подпись. И эксперт по очень примитивной этой подписи не сможет категорично сделать вывод, что эту подпись ставил должник, условно говоря. Ну там в прямом смысле слова галочка или буква О я несколько раз сталкивал. Поэтому, соответственно, наши зрители, уже осведомленные об этом, должны обращать внимание, как на текст документов, который составляется, именно на графику. Можно подделать почерк другого человека? Что говорит экспертиза? Подпись подделать нельзя обычному человеку. То же самое я общаюсь с экспертами, как-то разговаривал давно. Эксперт-профессионал, почерковед, он говорит, мне достаточно недели, чтобы подделать и подпись, и почерк по ряду моментов. Но он профессионал. Вообще мы должны понимать, что документ с текстом анализируется с двух сторон. С одной стороны, это смотрится в само письмо, как составлен текст, стиль, речь, как излагается, какие ошибки, в том числе и орфографические. То есть содержание вот этого текста. С другой стороны, это авторовическая экспертиза проводится, авторство. Ну, приведу пример. Мужчина стал получать в какой-то момент письма с угрозами. Было давно, еще когда писали от руки, обратился в милицию тогда. Провели исследование, в конечном итоге установили, что он ушел из семьи, и вот сын свой гнев выражал в этом документе, в письмах вот этих отцу, где он свою ненависть, вот прям вот кодировал, да, выливал. И отправлял. То есть авторовическая экспертиза подтвердила, что это подросток пишет. С другой стороны, сама чисто почерковическая экспертиза, которая выявляет исполнителя текста, вот это именно графика. То есть графическое вот это изложение, написание символов. То есть есть такой термин, как функционально-динамический комплекс навыков. Когда у человека уже в подростковом возрасте формируется определенный стиль написания, как он буквы пишет, отступы. Ну то есть уже сама техника. Да, сама техника письма, да, она сформирована. Вот с ней как раз работает в том числе и подпись почерковической экспертизы. Подделать нереально, но сам человек может создать трудности эксперту. Были случаи неоднократные у меня. Ну не часто, это редко было, когда понимают, что писал человек, но есть какие-то отличия серьезные, и нельзя сделать категоричный вывод. Но потом выяснялось, что человек получил травму, у него ампутированный палец был. Соответственно, он учился заново вот этим письменным навыкам. У него поменялся почерк. Ну, затем разобрались, лечили, или там женщина перенесла инсульт. То есть правая часть тела отвисла, обвисла, да, получается. Вот нужно было восстанавливать все вот эти навыки, и двигательные в том числе. Конечно, почерк поменялся, но там при слечении разобрались в конечном итоге. А на что эксперт обращает внимание, когда проводит вот такую экспертизу? На все обращает внимание. Там целый методический алгоритм, в который по каждому пункту анализируется и вставляется то, что эксперт видит интересного в этом письменном документе или в подписи. Мы должны понимать, что у каждого из нас зрительный аппарат, он индивидуальный. Это мы только видим два глаза и смотрим как бы двумя глазами. Мы смотрим не двумя глазами, чтобы мы поняли, мы смотрим мозгом через глаза. И у каждого свои нюансы. Именно вот эти нюансы и отличают. Мы не как роботы, то есть их вот выпустили, они все одинаково могут там строчить, писать, как вот кардиограммы там, все это стереотипно, шаблонно. Каждый из нас по-своему. Вот как вот мозгу комфортней, так вот и буквы пишутся. А сколько времени занимает обычно такая экспертиза вот у эксперта? Они по-разному, в зависимости от квалификации эксперта за день. Может, смотря какой объем текста. Там очень много нюансов. У них это все уже наработано, отработано, методики, методы. И, соответственно, есть еще такой момент, почему людям невозможно подделать, как правило, обмануть эксперта. Иногда я знаю ситуации, когда люди специально не хотели, чтобы их... Изменяют, типа, свой почерк, да? Да, почерк. Все равно однозначно, утвердительный был вывод, что этот почерк принадлежит этому человеку. И подпись тоже его. Почему? Потому что обычному человеку кажется, что он сейчас изменит наклон букв, увеличит размер, этого достаточно. Есть еще такой термин, как топография. Размещение? Размещение именно на бумаге. Оно тоже индивидуальный характер носит, и он вырабатывается, становится стереотипным для человека. Формируются вот эти вот письменно-двигательные навыки, которые в совокупности позволяют эксперту идентифицировать подпись, почерк с конкретным человеком. Как часто проводятся такие экспертизы? Они проводятся постоянно и дают всегда положительный результат, потому что наши люди, да не только в России, это вообще человек очень много следит. Поэтому следит, то есть оставляет... Следит, в смысле не за кем-то, а оставляет что-то, да? Следит, да, оставляет. В криминалистике это называется следообразование. То есть какая-то двойная бухгалтерия, тетради, записи, это все везде, почерк-почерк, таблицы. В том числе я знаю ситуации, когда человек настолько был скрупулезный, что даже взятки, которые он получал, он вот ввел отдельно в тетрадки, заполнял, табличка, все. Какой молодец! Как помог следствию! Да, очень помог следствию. Все это оценили, и оперативные работники сказали, молодец, так держать, теперь нам все понятно. Игорь Михайлович, но сейчас-то люди все чаще пользуются не ручкой и бумагой, а в основном все в компьютере. Вот вы знаете, возвращаемся к вашему предыдущему вопросу. Люди пользуются официально не ручкой, а компьютером, тем не менее, личные записи традиционно оставляются в блокнотах, которые копятся и складируются, хранятся в офисе или дома. Там за все годы порой можно проследить жизнь человека. Да? Ну вот, а если не будет таких записей? Если не будет, тогда эксперт будет в сложной ситуации, окажется, он скажет, мало текста, я не могу сделать его. Вот предположим, вот то, что вы говорите, все на компьютере, и простая подпись, вот галочкой. Человек говорит, это не моя подпись. И эксперт скажет, невозможно установить, кто исполнитель. Есть люди, я общался как-то с руководителем правоохранительных органов, тоже давно было, у ней подпись была в виде там буквы О. Я говорю, а почему она такая откровенно, очень примитивная подпись. Очень много документов уже, которых я сама, не каких-то откровенно коррупционных, преступных, но сомнительных, спорных, когда ее заставляют ставить подпись, да, руководители. А так я всегда могу сказать, что подпись не моя, подделали. Пусть докажут. Я с экспертами нашими и консультироваться не сказали, по твоей уж подписи, Нина, ничего никто не докажет. Уж точно. И вот она демонстративно, откровенно передела, изменила свою подпись, которая характерна была для нее там 3-20 лет. И стала расписываться примитивно. Под вынужденные обстоятельства. Ну, почему вынужденные обстоятельства? Это разумный подход. Но бывают все-таки ситуации, когда эксперт не может определить, чей почерк? Да, конечно, безусловно. Тогда, если мало текста, эксперт не может определить, чей почерк. Очень мало. Там будет одно или два слова. Конечно, он тогда может или вообще не дать заключение именно положительного, или сделать вероятный вывод. Но это тоже плохо, особенно для ИСов, когда они что-то хотят доказать. Вероятный вывод предоставляет оппоненту право говорить, что раз я или не я, это не я. Вы не доказали обратно. А я слышала, что есть еще люди, у которых как-то очень сложный почерк. Что это значит? Не сложный почерк, я бы сказал, невыработанный почерк. Здесь два момента. Первый невыработанный почерк, он, который легко определяется экспертами. Невыработанный почерк, ну, люди физического труда. То есть, они не занимаются, не потому что они глупые люди, это люди, грамотные профессионалы, но они не связаны с документами, с ручкой, с пером, как говорили раньше. Соответственно, у него он медленно царапает, и все это невыработанный почерк. Свидетельствует то, что человеку тяжело писать, но тем не менее идентификация происходит. С другой стороны, есть невыработанный почерк. Я сталкивался, как-то говорил применительно к себе, получал ответ. Ну, не знаю, насколько это правильно, может, элемент был и иронии. Вот у меня, предположим, невыработанный почерк. Да. То есть, ну, почему? Потому что я переученный левша. Вы знаете о том, да, что до 85-го года в СССР левшей не было. То есть, военное оружие только готовилось под правшей, и все только с учетом правшей. К тому же, вот это вот чернильное, вот это чистописание, то есть, левша мазал в первом классе тетради, да, их поэтому он не мог получить по определению пятерку. И вот их переучивали. Итог переучивания, то есть, я могу писать разборчиво, могу, если тороплюсь, писать коряво, могу, подпись тоже невыработанная. А левой не можете писать? Нет, левой, я уже сейчас левой писать не могу, правой пишу, как курица лапает. Конечно, если ты меняешь почерк, то и небольшой объем текста, то эксперт может оказаться в затруднительной ситуации. Но вот помните про фразу «топография»? То есть, если в целом много текста, то, конечно же, эксперт сообразит, скажет, да, почерк реально отличается. Видно, что человек не старается его подделать, а он реально пишет и вот так, и вот так. Ну, по каким-то критериям будут находить сходства, они как маячки, которые в конечном итоге идентифицируют. Ну, вот такой сложный почерк, он тоже для эксперта представляет более сложную задачу? Ну, конечно, особенно когда мало текста, и они сталкиваются с ситуациями. А почему эксперты, от которых всегда требуют категоричный вывод, принадлежит ли, исполнен ли текст, да, или проставлена ли подпись, почему они вынуждены, говорят, вероятный вывод, то есть не исключено, что, я условно говорю, да, по всей видимости. Но почерк, наверное, все-таки в течение жизни может меняться. Тем не менее, он не меняется, если нет каких-то факторов, которые заставляют человека это сделать. Ну, приведу пример. Преступники похищают предпринимателя и заставляют ему под угрозой смерти, пытают его, заставляют выдать, подготовиться всенарочные документы. Он это делает, в том числе выдает расписки на астрономические какие-то суммы. Затем его отпускают, мах правоохранительной системы закручивается, возбуждают дело, находят такого рода расписки. Они не то, что не дали в конечном итоге похитителям право взыскать с него эти деньги, потому что расписки составлены все грамотно, юридически. Но они явились доказательством обвинения. Потому что, когда провели почерковедческую экспертизу, то было установлено, что они написаны под воздействием сильных психотравмирующих факторов. То есть, сам почерк позволяет выявить, в какой обстановке, не просто в какой обстановке составлен текст. И эксперт скажет, вот было облачно, температура за бортом. Нет, этого нет. Но когда эксперту раскрывают обстоятельства дела и говорят, при таких обстоятельствах возможно были такого рода изменения, то эксперт по почерку может ответить утвердительно. Или помните, я приводил пример, анатомические особенности бывают порой изменения. Какая-то болезнь, человек вынужден переучиваться. Тогда в таких ситуациях, конечно, почерк меняется. И это создает определенные сложности, потому что, казалось бы, вот человек пишет, представил образцы почерка. Здесь они другие. Но тогда рассматривают именно топографию размещения, расположения, учитывают вот этот анатомический вот этот нюанс анатомический. Правда или нет, что эксперт по почерку может определить и нарисовать психологический портрет человека? Да, безусловно. В почерковедении одно из направлений – это графология. Причем оно давно уже, чуть ли не с 19 века. То есть графоаналитическое исследование – это при рассмотрении кандидатур на должности в органах власти определенных или крупные какие-то компании. Сейчас используют это? Конечно. Они порой носят закрытый характер, людям даже не говорят. То есть претендент, помимо устного собеседования, он же готовит пакет документов, заявления, автобиографии, какие-то заполняет вот эти бланковые документы. И это все передается специалистам, графологам, которые по тексту, по размещению, по формулированию мыслей дают такую картину профессиональной пригодности, как превалирование каких-то личностных качеств, характерные черты человека. Ну и в конечном итоге отвечают на вопрос о том, насколько он соответствует той должности или той профессии, которую в основном говорят о должностях, которую он будет замещать. Скажите, в каких областях, вот чаще всего люди обращаются там с наследством, связано с разводами? Там, где возникла необходимость. Спорные моменты есть в документах, в подписи, в почерке. Любая категория дел, любой иск тут же может потребовать в своей сути для объективного рассмотрения именно назначения проведения экспертного исследования, назначения почерковической экспертизы. К слову говоря, это можно сделать до суда, предположим, те адвокаты, юристы, которые, возьмем меня, к примеру. Я очень хорошо знаю, что такое судебно-экспертная деятельность, как направление. И часть категории исков, то есть до того, как обратиться в суд, я общаюсь с экспертами, разумеется, даю им всю фактуру, и они мне делают прогнозы. Вплоть до того, что не ограничиваются консультацией или справочной какой-то информацией, но и делают заключение. Оно называется просто заключение специалиста, которое я держу как эту козырную коронку, козырную карту, и затем, обращая в суд, уже понимаю, что у меня есть заключение. Или для себя я получаю эту информацию, как ни в чем не бывало в суде, заявляю о ходатайстве о проведении, не важно какой экспертизы, почерковейческой или бухгалтерской, абсолютно не важно. Но я уверен, что результат будет именно в мою пользу. И люди должны обращать на это внимание, потому что экспертиза – это, по сути, самое сильное доказательство, неважно в материалах какого дела, уголовного, гражданского, административного. Конечно, хоть оно официально, процедурно, процессуально считается равным доказательством, которое в совокупности с другими оценивается, но вот это доказательство – это как камень тяжелый. Игорь Михайлович, спасибо. Как всегда, полезная и интересная информация. До свидания. Это была программа «Ваш юрист». Редактор субтитров А.Семкин